2 июня в 22.59 по Москве это будет серединная точка прохождения коридора затмений. И многие уже чувствуют в последнее время физическое или эмоциональное недомогание, головные боли, усталость или апатию. Не переживайте, это нормально. Энергетически идёт мощный процесс трансформации, поэтому мы чувствуем слабость на физическом плане. Просто дайте себе больше времени на отдых, не спешите переделать все дела, не беритесь за новые дела, а просто больше отдыхайте, слушайте себя, своё тело. У кого-то ломаются гаджеты, машины, прорываются трубы или что-то воспламеняется, кто-то ругается или выясняет отношения. Это всё знаки того, что вам надо что-то переосмыслить или поменять какие-то свои действия. 2-го, 3-го июня – дни полной неожиданностей. Они могут быть как и приятные, так и не очень. Это уже зависит от нас предыдущих действий. Поэтому будьте внимательны и обращайте внимание на знаки Вселенной. Мне вот интересно, что у вас происходит, как вы себя чувствуете. Может быть, у вас что-то произошло. Допустим, у нас забилась труба во всём доме, самое главное, самое основное. Но, слава богу, вчера быстро пришли мастера и очень быстро просто чуть-чуть почистили. Ничего страшного не было, слава богу. Но вот у многих сейчас что-то происходит. Как у вас дела? У нас произошло очень неприятное. Дали деньги на биткоине, биткоин упал, мы ушли в большой минус. Были ещё в одной компании. Компания, как мыльный пузырь, схлопнулась. Никто не ожидал, даже трейдеры. Ну и в результате у нас умеенных убытков на 700 тысяч. Ну, я уже с этим смирилась, сперва ругалась всё, а потом сказала, что хорошо, говорю, что взяли деньгами, что могу сказать. Да, я тоже так подумала, первая моя мысль. Вы знаете, сейчас ещё время полное обманов. И даже не обязательно, что это кто-то хочет обмануть. Вообще лучше никому не верить и самим не давать обещания, потому что будут постоянные преграды, что кто-то или мы не сможем их выполнить. Сейчас планеты настолько вот кидают, эта энергетика настолько сильная, что... Почему я говорю постоянно? Не начинайте ничего нового, не делайте важные шаги, потому что это всё может быть неправильным. Это всё может разрушиться или придётся переделывать. Поэтому лучше концентрироваться вот на то, что уже есть, и доделывать что-то, доводить до конца. Или наоборот, если видите, что это не приводит к никакой цели, просто избавляться от этого, от ненужных отношений, от токсичных людей. От всего того, что мешает идти дальше. Нам надо освободить наш рюкзак полный вот этого всего ненужного, что мы с собой таскаем, чтобы потом налегке идти к новым целям. Сейчас вот в этот коридор затмения он перерабатывает, трансформирует, выбрасывает старое и готовит нас к новому на 18-19 лет вперёд. Поэтому будьте внимательны, лучше не входить в конфликты, ни с кем не ругаться, ничего не начинать, а быть более так на... Смотреть на всё с расстояния птичьего полёта, быть наблюдателем, что происходит, какие знаки сейчас идут от Вселенной. Если происходит что-то хорошее или не очень, если хорошее, браво, значит, вы на правильном пути, если не очень, значит, что-то надо пересмотреть, передумать, обдумать, возможно, сделать по-другому. Надо отпускать. Вот на первый взгляд очень тяжело вот это понять, когда что-то с нами происходит, мы что-то или кого-то теряем, мы переживаем, но со временем мы поймём или видим, что да, это надо было, или что эти отношения уже давно были никудышные. Но сразу это... Именно сейчас нам это очень трудно принять. А все знают такое состояние, когда через какое-то время смотришь на отношения, которые разрушились и, возможно, тяжело, и думаешь, боже мой, слава богу, и почему я раньше это не сделала? И у меня чисто эмоционально. Я не вывожу. Бывает иногда, не знаю, только грусть какая-то нападёт, прям плакать охотно, иногда злость какая-то. Вот. Голова болела позавчера, наверное, очень сильно голова болела. Вот так. Вроде ничего. Это вот эта такая сильная энергия, мы её же, ну как, не все же чувствуют и понимают это. И получается нас вот колбасит. Сейчас получается вот этот коридор затмений можно сравнить как компьютер. Вот если мы, это компьютер, который вот происходит перезагрузка. И он, получается, в это время начинает очень медленно работать, и если ему какие-то новые команды давать, он просто не успевает, потому что он перегружается, переделывает. И вот мы все вот в таком состоянии. И получается, что любое вот это вот какое-то извне нас вот сбивает с этого пути, мы чувствуем себя не очень хорошо, мы какие-то на эмоциональном плане взвинченные, как вы говорите, то плачут, то ещё что-то, то хочется смеяться. То есть это всё нормально. Слава богу. Да, это не мы, это вот так. Если нормально, то ладно. Да, да. Просто больше отдыхайте. Ну да, да, я спала 12 часов позавчера, по-моему. Отлично, отлично. Вот не надо только себя вот как многие начинают ругать. И вот я должна... Не-не, спится сплю. Да, правильно. Чувствуйте себя, чувствуйте своё состояние. Если вам хочется побыть одной или вот вы устали, позвольте себе это. Это тоже про любовь к себе, научиться слышать себя, своё чувство, самочувствие и позволить себе вот это проживать в более спокойном времени. Сейчас потихоньку начнёт отпускать. Вот с 10 июня уже будет солнечное затмение, и потом уже будет потихоньку отпускать. Кого-то быстрее кто-то будет до конца июня вот эти ещё качели чувствовать. Но уже будем видеть свет в конце туннеля, поэтому нормально. Будем надеяться, что вот уже сейчас вот, как я сказала, середина точка это 2 июня, и теоретически уже со 2 июня должно немножко отпускать, отпускать, отпускать. Но опять же, в зависимости от того, кто как проходит и кто чего насобирал за эти года, чисто вот какие-то кармические отработки, и насколько человек успел это всё отработать, будет и зависеть, как он будет проходить этот коридор затмений. Хорошо, есть ли у вас вопросы по этой теме? Как не разосраться с людьми? Ну, смотрите, ненужные люди, ненужные отношения будут уходить. Отпускайте их. Люди будут себя проявлять, может быть, даже с нехорошей стороны. Радуйтесь, что это сейчас происходит, и просто прощайте. Не надо ни с кем ругаться, не надо никому ничего доказывать. Для себя делайте выводы и благословляйте их, благодарите, что они проявили себя, чтобы они показали себя, и отпускайте. Хорошо. С Богом. Благодарю, да. Да, и всё будет хорошо, девочки. Ну, куда? Мальчики тоже. Все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...